Раннее субботнее утро, а коммунальные службы района уже принялись за уборку. За день нужно успеть многое – очистить от прошлогодней листвы, сухих веток и мусора мемориальный комплекс «Чёрный тюльпан», благоустроить территорию пляжа и парка по улице Набережная. Всего в работу здесь включились порядка 50 человек. Это работники и управление ЖКХ, сотрудники гостиницы «Новая Полесье». Цель стоит одна – показать пример для всех, что нужно любить свой город. Все-таки, когда убрали, оно чисто. Помимо этого, у нас сегодня еще работают два мероприятия, где работают на производстве, на тепловых сетях работают по благоустройству, и тоже коммунальные предприятия работают на благоустройстве поливневой канализации. У нас работают в пятом ЖСЕ, во втором, в шестом. Туда тоже техника пошла, и тоже цель стоит одна – привлекать людей и убирать прилегающую территорию к подъездам, к домам, к детским площадкам. Помочь в уборке значимого для города памятного объекта пришли также ветераны войны в Афганистане. Каждый год мы проводим мероприятия по наведению порядка в местах захоронения ребят. Уже я организовал в Готске, в Большом Брожине. Я благодарен сегодня тем ребятам, которые вместе со мной в объединенном нашем воинском братстве. Это и представители воздушно-десантных войск, и моряки. Все здесь поддерживают нашу инициативу, поэтому сегодня мы опять вместе не только на мероприятиях патриотического воспитания, но и на такие, как этот субботник. Чистой улица Набережная стала и с другой стороны от водохранилища. Здесь также потрудились коммунальщики. Порядок был наведен на придомовых территориях и во дворах. А весь собранный мусор был своевременно вывезен. Кроме взрослого населения внесли свой вклад в благоустройство Солигорска и дети. Учащиеся первой гимназии дружно убрали уличный смет на школьных дорожках, привели в порядок клумбы и газон вокруг здания школы. Преобразилась школа и изнутри. Также ребята работают внутри школы, наводят порядок в кабинетах, моют парты, окна и так далее. То есть мы хотим, чтобы наши здания, наши территории были чистыми. В школе у нас работают порядка 20 педагогов и 30 учащихся. Субботник организован в две смены. В выходные субботники прошли и в сельской местности. Например, в Чижевичском селесполкоме на генеральную уборку вышли шесть депутатов, к которым присоединились местные жители. Хорошая погода, все добросовестно работают. Поэтому всех призываю тоже, жителей Солигорского района, окунуться в эту атмосферу, навести порядок, помочь всем, чтобы наш район и наш город был самый красивый в республике Беларусь. В результате совместного плодотворного труда в парке агрогородка Жабин яркими красками засияли без сетки, бордюры и малые архитектурные формы. Депутатский субботник прошел также и в Старобине. В нем приняли участие депутаты местного и областного совета депутатов, а также порядка 30 местных жителей. Все организации вышли на закрепленные территории. Также мы решили организовать субботник по посадке сосновых деревьев вдоль трассы Р-23 с участием депутатов местного совета. Присутствует у нас сегодня и депутат областного совета Щербов Олег Александрович, и местное население, которое проживает в новой застройке со стороны трассы Р-23. Сосновая полоса вдоль дороги со временем станет для жителей этого населенного пункта защитным экраном от шума проезжающего транспорта и дорожной пыли. К слову, помочь высадить кустарники или убрать мусор возле своего дома может каждый. За необходимым инвентарем для благоустройства территории жители могут обратиться в ближайший ЖЭС.